Уважаемая Валерия Валерьевна, уважаемые коллеги, спасибо, что остались и живете здесь в холоде, но не в голоде, надеюсь. Я думаю, вы же перекусили, правда же? А вот. Значит, почему трудности в постановке диагноза эндогенного гиперкортицизма? У нас есть совершенно замечательный эндокринолог, мы уже с ним давно дружим. И вот она недавно подходит и говорит, Людмила Александровна, ну что делать, что делать? Пришла больная, вот она зашла, я сразу поставила диагноз, что это гиперкортицизм. И как выяснилось из анамнеза, за 10 лет вот она имеет то-то, 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 и ей никто никогда этот диагноз не поставил. Другая доктор, коллега, приходит и говорит, Людмила Александровна, ну что делать, что мы можем в нашей больнице посмотреть? Вот больной, ну четко медикаментозный гиперкортицизм. Мы можем посмотреть базальный кортизол. Мы его посмотрели, а он низкий. И что теперь делать? Ну, я хочу сегодня пройтись по клиническим рекомендациям. И, конечно, я не какой-то международный там авторитет, но очень длительная работа в эндокринологии, особенно со сложными больными, я думаю, дает мне право, может быть, сказать, что я здесь не согласна. А давайте здесь поступать вот так. Итак, я буду листать, да, и вы как бы читайте, но я не буду читать. Конечно, это тяжеленное заболевание, болезни цинкокушинка. Безусловно, у нас даже тема бывает, реабилитация после лечения болезни цинкокушинка, страшное заболевание. Какова причина? Это и микро-макро-аденомы, безусловно, чаще, причем они доброкачественные. Далее, теории развития болезни цинкокушинка, сразу говорю, можете открыть клинические рекомендации. Самые молодые, это 2017 года, все это есть. Все, нет, позже рекомендаций нет, абсолютно. Ну, как бы эти вы можете найти, они хорошо освещены в интернете. Что есть две теории, одна гипофизарная, другая гипоталамическая теория. Хорошо, мы это все принимаем. В обоих случаях, что происходит? Нарушается циркодианный ритм, секреция адренокортикотропного гормона, который выражается в повышении амплитуды и длительности пиков секреции гормонов. Гиперпродукция КТГ, она не подавляется высокими значениями глюкокортикоидов в периферической крови. И это вызывает диффузную гиперплазию их коры. То есть, да, патология в гипофизе или микро- или макроаденома, наточники оба увеличены. Да, диффузное увеличение. То есть, это должно быть, ну, один может чуть больше, другой может быть чуть меньше. Со временем, может быть, там и небольшие узлы образуются, а потом даже и макроузелковые нарушения. Именно гиперкортизолемия, которая возникает в результате болезни яценко-кушинга, она определяет клиническую картину заболевания. Все эндокринологи, я не поставила, какая это клиническая картина, мы все ее прекрасно знаем. Исследовательские работы, направленные на поиск эндогенного гиперкортицизма, свидетельствуют о значительно более высокой распространенности заболевания в группах потенциального риска, чем ожидалось. Почему эта бедная женщина молодая, 10 лет уже ходила, и никто не подумал о том, что здесь может быть болезнь яценко-кушинга? Почему? Вот исследования, которые проводились среди пациентов моложе 40 лет с рефрактерной артериальной гипертензией, а вы рекомендуете, Виталий Васильевич, 2 препарата, 3 препарата, 5 препаратов, да, эндогенный гиперкортицизм у них был подтвержден в 9%. В другой работе у 4% с такой же гипертензией у нас в Российской Федерации было проведено исследование, посвященное активному скринингу гиперкортицизма без специфических клинических признаков среди госпитализированных пациентов с диабетом 2 типа и или ожирением. 3% эндогенного гиперкортицизма у них было обнаружено. 219 пациентов, у которых был идиопатический остеопороз, гиперкортицизм был выявлен в 4,8%, а уж если там были переломы позвонков, то почти в 11%. При естественном течении болезни Еценко-Кушенга без лечения 5-летняя выживаемость 50%. Но если хотя бы удалили наточники оба до 86%, хотя вы сразу скажете, но оба удалим, там Нельсона будет, да, хотя перед этим, если даже опухоли в голове нет, в гипофизе все равно так или иначе хотя бы облучить гипофиз надо. При своевременной диагностике и лечении в высокоспециализированном центре ремиссии удается добиться 80% случаев, и смертность у них не отличается от популяционной. Для ранней диагностики заболевания целесообразно проводить обследование для исключения гиперкортицизма у кого? У пациентов с высоким риском заболевания. Группы высокого риска были определены существующими международными клиническими рекомендациями, и мы их должны все знать. Все эти группы риска. Что это за группа риска? Это молодые люди, вот как эта женщина, 30 лет, с необычными для их возраста проявлениями, например, остеопороз, низкотравматическими переломами. Это было. Сахарный диабет и ожирение у нее это было. Артериальная гипертензия, аминорея у женщин. За последний год исчез авариально-менструальный цикл. А у мужчин всегда любое наше эндокринное заболевание, кроме диабета первого типа, снижает либидо у мужчин. Или быстрая прибавка массы тела в сочетании с выраженной общей и мышечной слабостью. Вторая группа. Ну это уже когда есть характерные изменения внешности, то, конечно, диагноз, как вот это наша коллега, совершенно замечательный доктор, когда она поставила диагноз, когда та зашла. Конечно, когда есть уже фенотип болезни с эндогенным гиперкортицизмом, да и с экзогенным, он хорошо виден. Это дети, у которых есть задержка роста в сочетании с увеличением массы тела. И надо бы добавить, я не знаю, почему не добавлено. И артериальная гипертензия у них уже появляется. Артериальная гипертензия, ой, как скачало. То есть увеличение массы тела. То есть, по сути дела, у них что рост, что ширина совершенно одинаковые. Ну и пациенты с инциденталомами надпочечника. Пятая группа. Пациенты любого возраста с плохо контролируемым диабетом, как правило, конечно, второго типа, или гипертензия в сочетании с ожирением, быстрой прибавкой массы тела, пациенты с переломом метелопозвонков. Как не видели, что у этой молодой женщины были переломы. Просто как бы непонятно. Особенно множественные в возрасте до 65 лет. А ей всего-то 30 было. Уровень доказательности 2. Перед проведением любых лабораторных исследований необходимо исключить введение экзогенных глюкокортикоидов. 1-3% взрослого населения получает терапию глюкокортикоидов. Честно говоря, я бываю просто в ужасе, когда слышу, что мои коллеги-эндокринологи говорят, так вот у моего там мальчишки, ну, сын, уже достаточно взрослый, вот так вот он заболел, я ему дала преднизолом, все, 2-3 дня, и как бы он поправился. Я говорю, как, зачем, для чего? Вот так она их поднимает очень быстро, как она считает, очень хорошо. В некоторых случаях пациенты не связывают изменения в внешности с приемом глюкокортикоидов. И факт применения препарата выявляется только при активном расспросе. Когда мы с ней поговорили о том, что снижен уровень кортизола, сразу же вспомнили, наверное, все-таки это медикаментозный кушек. Экзогенный гиперкортицизм или медикаментозный гиперкортицизм, диатрогенный или медицинский, связанный с приемом различных глюкокортикостероидов в дозах, превышающих физиологическую потребность. Он не признался, он не говорил на первом приеме, пока уже потом, когда мы с ней обговорили, я сказала, наступи на горло. Скажи, я знаю. А почему знаю, сейчас мы скажем с вами, почему мы знаем, что он принимает препараты. Посмотреть, какая частота в 6-8 раз чаще, чем эндогенного, экзогенный медикаментозный гиперкортицизм. И надо сказать еще, что когда он появляется у наших пациентов с первичным или вторичной недостаточностью кореноотпочников, там это как понятно, и это часто бывает. Когда вот картефа вдруг нет, мы переводим на преднизолон, и там очень трудно бывает подобрать ту дозу, которая адекватная у этих пациентов, и передозировку можно очень быстро получить. В этом метод введения глюкокортикостероидов вообще не имеет значения. Но при накожном использовании, а есть пациенты, которые всю жизнь используют. Такие у них заболевания кожи. Будет более медленный темп развития. Вот сразу скажу, если здесь в зале есть моя клиническая координата, которая когда-то делала доклад по медикаментозному гиперкортицизму, я своровала у нее вот эту красивую табличку. Такая красивая женщина с такой изумительной шеей. До приема глюкокортикостероидов, как она изменяется, горбик появляется, щеки округляются и сразу стареют. Вот какие кости. Значит, это нормальная костная ткань. А вот эта костная ткань, смотрите, какие балки, очень прямо тробекулы, какие тонкие. Губчатая ткань, прямо огромное пространство. И надо сказать, что это появляет, начинает появляться уже через 3 месяца после приема препарата. Глюкокортикостероида. Причем немного-то не надо. 2,5 миллиграмма и уже начинаются такие изменения. Я имею в виду попридний залон. А если мы дали 7,5, то на 50% увеличивается частота остеопороза. А если 10 миллиграмм, на 518% увеличивается частота остеопороза. Целый день сегодня почему-то остеопороз, остеопороз, остеопороз. Постоянно об этом как бы говорю. Ну, конечно, и ничем не будут отличаться эти стрии, которые у этих пациентов. Они везде будут. Может быть, единственное, что не будет такого высокого ожирения при медикаментозном. Потому что это может быть ведь и у худых. Но стрии-то обязательно будут. Вот. И обратите внимание, какой механизм атрофии надпочников. А значит, мы скажем, низких уровней. И кортизола и АКТГ. Потому что если идет прием экзогенных группокортикостероидов, или повышается уровень эндогенных группокортикостероидов, то отрицательное влияние на гипоталамус, то есть не будет повышаться кортиколиберин, и его влияние на гипофиз. Точно так же влияние на гипофиз будет прерываться. И уровень адренокортикотропного горлона, который должен был бы повышать выработку кортизола в надпочниках, это не будет. Видите, прерывается. Поэтому АКТГ мало. АКТГ мало. Вот как. Определение кортизола или АКТГ. Это рекомендации, клинические рекомендации. В утренние или дневные часы, а также выявление новообразования, если нашли на подпочниках или в гипофизе, не обладает диагностической информативностью для подтверждения эндогенного гиперкортицизма и не должно использоваться на первом этапе диагностики. А вот диагностика кортизола и АКТГ утром в крови. И кортизол низкий, подабленный. АКТГ низкий уровень и подабленный. Нурное исследование утреннего кортизола и АКТГ подтвердит диагноз медикаментозного гиперкортицизма. Правда, как просто. Провести диагноз гиперкортицизма с передозировкой кортепа не составит труда для профессионала. Тем более, когда мы знаем, что гипокортицизм, он есть. Таблица, которая должна быть у нас в голове. Различные формы гиперкортицизма. Болезни, цинкокушинка, экологическая секреция, АКТГ, опухоли надбочников. То есть кортизол повышен при всех этих трех вариантах гиперкортицизма. А вот при экзогенном гиперкортицизме и кортизол снижен, и АКТГ также снижен. Вы можете сказать, но ведь это АКТГ. Он признался, что он принимает, он уже длительно принимает, не по назначению врача. И он не знает о последствиях. Давала преднизолон, потому что преднизолоном, дексаметазоном, лечили ее поликистоз яичников. Но она решила, а если я мужу буду давать, он мне будет знать, я потихоньку буду давать. Может быстрее я забеременею. Вот она приводит его такого тихого, спокойненького, со стриями и так далее. То есть клинический медикаментозный кушать. Зачем ты это делала? Ну вот как бы вот так вот. Поэтому исследование утреннего кортизола и КТГ крови может быть обоснованным. И поэтому говорить, нет, нет, не надо этого делать, как это в клинических рекомендациях, я считаю, что это неправильно. Восстановится регуляция после экзогенного приема кортикоидов не раньше, чем через 6-12 месяцев. В этот период возвращается к нормальной секреции кортико-либерином. В течение нескольких недель после этого еще повышается, уже повышается концентрация КТГ и остается высокой до восстановления синтеза стероидных гормонов надбучеников. Кстати, вопрос был тут, вот коллегу я не вижу по поводу того, когда кормить можно будет женщине. Пускай сцеживает молоко, пока не отмените вы глюкокортикостероиды. Я не знаю, я спрашивала, Юлия Сергеевна, вы не нашли? Когда? Да. Я так думаю, что в принципе там на третьи сутки уже спокойно, уже выведется препарат, и вы можете кормить, ваша мама может кормить своего ребенка. Ну, как бы, тем не менее, конечно, мы помним, даже после отмены всей дозы глюкокортикостероидов, все равно мы должны помнить о том, и операцию надо проводить на преднизолоне, и любой стресс обязательно не должен проходить без приема. Я не знаю, или хотя бы одного миллилитра какого-то препарата или одной таблетки того же преднизолона, то есть есть опасность большая, опасность острой надбучениковой недостаточности. Если вы позволите, в принципе, вот это то, что я хотела сегодня сказать, а остальное это то, что как бы мы должны делать, когда мы исключили медикаментозный кушинг, какое дальнейшее должно быть исследование. Если вы пойдете в интернет, вы все это найдете, а то, ради чего этот доклад был запланирован, в принципе, я сказала. Потому что для эндокринологов, даже, извините, для моих коллег, которые только первый год обучаются, они все это знают. Исключили медикаментозные два теста первой линии. Люда Сергеевна вам очень хорошо это рассказывает в своих лекциях. Почему очень хорошо смотреть кортизол в свинне? Потому что можно смотреть и у женщин, которые на КОК, и которые на менопаузарной гормональной терапии. Поэтому надо обязательно смотреть кортизол в свинне. Вот и малую пробу эндокринологов. У нас, я не знаю, Валерия Валерьевна делается еще, мы делаем нижний коммунистоксин. Нет, у нас сейчас в крае не проводится. Пока нет. И в первой, в краевой? В первой краевой не делается? Пока нет. Пока нет. Нам доступен кортизол слюны, ночной дексиметазов, новый тест, и сочный кортизол мочи сейчас. Для диагностики эктопированного, да? Да. Вы отправляете в Москву, наверное, в ЭНС, если необходимость такая. Да, если есть необходимость, мы маршрутизируем либо в ЭНС, либо в Институт Алмазово. Куда? В Институт Алмазово. В Москву все равно. Так или иначе. Ну вот, я так думаю, что после установления диагноза показано удаление этой опухоли, вот при наличии аденомы. Обязательно устанавливаем диагноз болезни цинкокушинка. А потом оперируем эту больную. А потом, если после операции подтверждается надпучниковой недостаточно, значит, хорошо прооперировали. И все. Я отношу вас опять, вот опять к Гиппократу. Ничего не происходит без причины. Если что-то произошло, то можно быть уверенными, что для этого была причина. 10 лет не могла же эта бедная женщина и с ожирением, и с артериальной гипертензией, еще и с остеопорозом. Но почему она ходила? И почему у этого больного вдруг низкий уровень кортизола, а фенотипический это симптомокомплекс и цинкокушинка? Продолжение следует...